привет ребята вот вернулась я на аляску и совсем нечего здесь мне снимать я сегодня опять поехала в магазин и поймала себя на мысли что одно и то же дом магазин на гавайях столько всего интересного происходило столько событий вот я специально прошла сюда до угла магазина чтобы показать вам эти горы ух ты вот видите еще сколько много снега по обочинам дороги но все тает давайте-ка еще вот так без рыбьего глаза посмотрите просто отсюда очень хорошо видно никакие здания не загораживает мне самой конечно есть чем заняться я сейчас опять изучаю судебное дело заполняю формы читаю много вот но не буду же я вам этого показывать это все вам не интересно совершенно хотя мне нравится я получаю удовольствие знаете от чего когда до чего-то докопалась сама разобралась поняла и у меня такое вау я молодец вот это меня стимулирует на чем все пришла в магазин вот он у нас предмайер сзади надо кое-что купить у меня целый список написан что пошли ки внутрь давайте я вам цветочки что ли покажу они такого цвета необычного здесь просто я не знаю как такой цвет делает понятно что цвет какой-то ненастоящий чем-то подкрашивает воду что ли давайте покажу вам свои сегодняшние покупки вот во-первых вода я вот туда ее составляю в ящичек я сейчас и очень много воды стараюсь по 4 бутылки в день я прямо их 4 сюда выставляю и пока не выпью спать не ложусь овсянка такая каждое утро у меня начинается овсянки с изюмом а пустые баночки я потом использую для хранения других круп вот там у меня их много в овсянку я добавляю изюм я вот такой покупаю органический классный хороший прямо изюм вот у меня там видите целая коробка в ней две вот таких пачки вот это у меня черника или голубика сушеная и чернослив сушеный это я делаю компот 4 черносливенные горсть изюма либо вот этой голубики заливаю все кипятком утром это я делаю и на полдник в три часа я пью этот компот вместе с йогуртом либо с фруктами вот так дальше алюминиевая фольга вчера хотела запекать рыбу красную но фольги не оказалось поэтому я ее сделала в духовке на разносике сейчас я вам покажу семечки витамины у меня заканчиваются вот такие вот натуральные купила соль тоже заканчивается сыр кунжутные семечки зеленый лук как обычно его буду резать и складывать в морозилку и морковь и вот посмотрите какая у меня получилась рыбка как мясо по-французски делается с луком с майонезом но только эта рыба получилась обалденно правда не было у меня вчера сыра еще можно было сыр сверху натереть там вот я суп варила это я ем на обед его а к этой рыбе на ужин у меня сегодня будет шпинат жареный с помидорами с чесноком и вот с этими кунжутными семечками которые я только только что купила в общем вот такие у меня на сегодня покупки и планы на ужин вот давайте покажу вам свой типичный полдник три часа я стараюсь есть его покупаю малину чернику или любые другие фрукты так вот смешиваю ложечка сахара ложечка сметанки сахар класть не обязательно но мне почему-то всегда не сладко поскольку я небольшой любитель фруктов то хоть так мне чтобы их есть кстати говоря вы часто меня спрашиваете как мне удается оставаться в таком весе не поправляться и вот сегодня вы как раз увидели весь мой примерный дневной рацион питания ну давайте повторю вот я ложусь и встаю по часам в семь часов у меня подъем по будильнику и сразу же я выпиваю стакан воды потом я часик валяюсь смотрю компьютер читаю ваши комментарии проверяю почту и так далее до восьми часов восемь я опять встаю выпиваю еще один стакан воды уже встаю окончательно моюсь умываюсь варю готовлю себе завтрак где-то в половине девятого я завтракаю как я уже сказала овсяной кашей с изюмом и с щепоточку я добавляю соли и маленькую ложечку сахара на воде дальше у меня обед в 12 часов до этого времени я опять же выпиваю пару стаканов воды вода пьется за 20 минут до еды на обед у меня чашечка супа вот в данный момент у меня например с курицы с рисом обычный деревенский суп иногда у меня рыбный суп иногда я борщ варю в общем тарелочку любого супа потом вот в три часа полдник опять же перед полдником где-то за полчаса за 20 минут я выпила стакан воды и вот у меня ягоды либо йогурт и стакан компота ужинать я буду в шесть часов я уже вам показала красную свою рыбку и буду готовить шпинат с помидорами с чесноком и с кунжутом как я уже сказала опять же я пью воду перед едой после этого я уже не ем после шести часов вообще не перекусываю и не кусочничаю ничего единственное что допиваю оставшуюся воду вот и все мой секрет очень прост придерживаюсь режима и ем немного то есть порции у меня не огромные голод у меня заглушается очевидно большим количеством воды поэтому я не голодаю есть я не хочу это во-первых во вторых организм наверное уже просто привык питаться по часам и он знает когда будет еда и не не просит до этого времени вот еще в последнее время где-то уже наверное месяца полтора я отказалась от запивалок то есть вся еда и естся просто просто еда никакого чая никакого компота никакого сока никакой воды ничего вся жидкость пьется в перерывами между едой мне очень понравился этот способ мне кажется что у меня стал лучше работать желудок и кишечник вот мы с ниной сейчас так практикуем прочитали что так пища лучше переваривается больше желудочного сока который водой не разбавляется и лучше переваривает пищу единственное исключение в плане жидкости это вот как раз компот наполнник но это он у меня очень густой там у меня четыре черносливины очень много ягод то есть он получается не как жидкость она тоже как знаете как супчик такой фруктовый и так я приступаю к приготовлению своего сегодняшнего ужина мне понадобится помидор шпинат чесночина большая 1 или 2 маленьких кунжутные семечки соль перец сковорода для жарки и масло я использую последнее время вот такое авокадо и масло стопроцентное мне нравится его любила и теперь только и пользуюсь вот что у меня получилось помидоры чеснок я предварительно уже разогрела масло на сковороде и сейчас все это буду сюда складывать шпината кладем много он у нас чемпион по ужариванию он у нас уменьшится в размерах в несколько раз и как раз вот катастрофическое уменьшение объема шпината и будет служить сигналом к тому что наше блюдо готово сейчас я все перемешаю и вот посмотрите сколько шпинат потерял своего объема блюдо это готовится моментально буквально несколько минут все я уже выключила печку остается мне теперь посолить поперчить посыпать кунжутными семечками все такое вот итальянское блюдо у меня получилось тем временем я уже подогрела в микроволновке свою рыбку в общем вот такой у меня получился сегодня вкусный и полезный ужин и блюдо это есть нужно сразу же пока оно горяченькое пока не остыло поэтому я приступаю к трапезе приятного мне аппетита а с вами я на сегодня прощаюсь и всем пока пока